Четвертое окошко. А? Почитайте. Три дня в неделю. В понедельник, вторник и четверг на крыльце городского управления пенсионного фонда огромные очереди с восьми утра и практически до самого вечера. А социальная дистанция здесь, конечно, слышали, но соблюдать ее не получается. Ситуация, конечно, очень не нравится, потому что здесь толпа народу. Не подойти, фамилии не слышно. Сейчас вроде какие-то фамилии говорят, приходят все равно бежать к двери, потому что все равно ничего не слышно. Но тогда как-то надо было, я не знаю, или предусмотреть, что-то не разметки в любом случае здесь нет. И приходится подходить, подбегать и вот среди толпы все равно стоять. А все потому, что в пенсионном фонде продолжает действовать противоэпидемический режим, и клиентов в здание не пускают. Специалисты сами выходят к ним, забирают документы, обрабатывают их, потом отдают назад. Все это время люди стоят поближе к двери, чтобы не пропустить заветную очередь. Полное безобразие. Жду, когда вопрос решится. Не знаю дальше, что это такое будет. Останетесь так близко. Почему? Чтобы услышать фамилию, когда вызовут. Мы стремимся к тому, чтобы не допустить массового заражения людей. Прием у нас ведется в рамках предварительной записи. Имеется свободный доступ к горячей линии. Можно записаться по телефонам горячей линии. Также можно записаться через личный кабинет пенсионера, который находится на сайте пенсионного фонда и не требует регистрации. Но записаться через личный кабинет получается, во-первых, не у всех, а во-вторых, электронные услуги пенсионного фонда доступны далеко не всегда. Я зашла бы на сайт, личный кабинет, но госуслуги на сайте не работают. Звоним в пенсионный фонд, они говорят, к сожалению, он не работает. Пришлось записаться, приходить всегда. За пять месяцев от такого режима работы люди уже, мягко говоря, устали. Уже тут и театр открыли, и то открыли, и то открыли. Но, пожалуй, пора уже и тут начать работу по-человечески. Ну, к нам, к пенсионерам относиться пора уже по-человечески. Отделение на Ботевградской в дни приема обслуживает вот так. На крыльце не меньше трехсот человек. Одновременно работают 20 специалистов клиентской службы. Приступают к своим обязанностям они на полчаса раньше начала рабочего времени. Весь день, каждые 10 минут бегают от своего кабинета к выходу и обратно. Но людей на крыльце меньше не становится. Моё мнение такое, что пенсионные очень хорошо всё организовано. Вот номера горячей линии. Предварительно запишись, приди вовремя, и всё тебя обслуживают. У меня вот запись по телефону была на 10.30. Я пришла в 10.15. Меня уже взяли документы в работу, и всё, я жду результата. Я считаю, что всё организовано хорошо. В нашей же безопасности это всё делать. И просьба такая к пенсионерам, клиентам, к нашим, приходить ко времени. То есть не создавать ажиотаж здесь. Противоэпидемический режим в пенсионном фонде продлится до 1 октября. И это в лучшем случае. Людмила Чекал, Николай Лушкин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова